Девушки отдыхают Ну все, мне пора Только звони мне обязательно Не забывай Название-то какое-то, мало залечится Я люблю тебя Ты не волнуйся, у меня скоро учебный год закончится И я сразу к тебе приеду Да, мужики, машина окончена Ну что, Михалыч, как всегда молодец Ну так давай забудем, шеф Поздравляю, поздравляю Машина, правда, классная Панкин, заканчивай, пошли работать Паш, ну не нудишь, а поедем Давай сфоткаемся, напаем Иди сюда, Паш, сфоткай, пожалуйста Давай, давай Все влезли? Да Ну все, давай улыбаемся Раз, два, три Так, так, на Не, подожди, смотри Вот С нотариусом я переговорил Оформил с ним доверенность на право подписи Поздравляю тебя, Паша Можно сказать, с повышением Теперь ты можешь из-за себя, из-за того парня Я все-таки не понимаю тебя Бросаешь компанию Покупаешь какой-то малоприбыльный порт Уезжаешь свой этот Малозаехаку Малозареченск, конечно Да, вот именно, да Я тебя по земле, куда хочешь, доставлю А теперь по воде смогу Так что не волнуйся Все будет хорошо А Рита? А Рита? Рита Кто это? Наша, Рита, в курсе? Уже наша? Не поддирайся Хорошая она Только замуж ее давно пахнет Правда, поеду, Паша Все, надо собираться А где? А Кострома? Кострома, Суздаль, Владимир Вообще, все золотое кольцо России на тебе На связи Что ты завтракал? Ну что? А то, что новый хозяин нас всех поувольняет Черташа бабушка Пофигу Роман, ну что ты? Такое, говори А этого не допустим Ага За города прожали А что прессу накасает? Да придурок какой-то на свое время Скажи, мы ждал как Кострома Мы сколько уже зарплаты не получали Может, новое начальство что-нибудь Ага, иди Эти буржуи только о себе и думают Ну, вот и он Знакомьтесь Корсаков Иван Михайлович Ясно Ясно А ты мне скажи, ты конкретно, что хочешь Зарплату платить собираешь Проблему решить, правильно? Так вот, я тебе эту проблему могу помочь решить Через две недели получите аванс Овчение месяца, решим все остальные вопросы по долгам Не разобраться надо Слышал? М-м Давайте продолжим общение в офисе Документы готовы Пройдемся Слушайте, мужики Ну, чего зря бузить Давайте дадим Ивану Михайловичу шанс, а? Ну, конечно Ну, вот А дай я вам Как всегда Рассказывайте, рассказывайте Увольняться Да, работа не пойдут А как я их не дадут Не будут Пухта-пухта Ой Так, Леди Павлович, чемодан Вон не дешевый, я донесу Все нормально, давайте Проходите А вы давно медсестрой работаете? Да уж лет семь Так, вот ваши хоромы Там прихожая, вы уже видели туалет Ванна, кухня Так, телевизор Высокие потолки Плинтур, паркет В ванной комнате имеется горячая вода Холодная вода, стиральная машинка Ну, неплохо, да Да, хорошо здесь А кто здесь жил раньше? Зав. отделением, Козлов Павел Семенович И где он уехал? Какой был врач? От бога У нас вообще с врачами напряженка Понятно, почему я так быстро к вам устроилась Так, Лидия Павловна, вот ключи Так, располагайтесь, осваивайтесь И завтра с утречка мы с вами А почему завтра с утра? Сейчас же самый разгар рабочего дня Дайте мне пять минут, я приоденусь, можем идти А, хорошо, я подожду Да, я там подожду Спасибо 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 Ну, вот и все, Иван Михалыч Порт теперь официально ваш Не жалеете? Да нет, знаете Как гора с плечи Если бы банк нам дал время Я уверен, мы бы сами порт вытащили Если бы, да кабы Ну, что ж, поздравляю Спасибо Добрый день Вы уже закончили? Закончили Знакомьтесь, Александр Васильевич Большаков Наш главный инженер Иван Михалыч Очень приятно Корсаков Очень приятно Иван Михалыч, уделите мне еще пять минут У меня есть к вам деловое предложение Сергей Сергеевич, может потом как-нибудь Я сейчас должен показать новому владельцу порт Давай чуть позже с вами поговорим Хорошо? Пойдемте Прошу Ну все, я документы оформила Даже пропуск уже получила Ой, это хорошо Этого молодец Все подготовила Вот карта всех больных Давайте Можно на обход идти Да, пойдемте Ну что вы, сами-то все Дайте помогу Лидия Павловна Давайте, давайте Оборудование, как видите, старое Нуждается в ремонте А лучше в замене Понятно Что заказывали? Заказывали, полная неясность Долго Борегись! Извиняй! Бардак Иван Михалыч Я же вам говорил, что тут без каски никак нельзя По технике безопасно тебе даже Да тут каска не поможешь Ну да Иван Михалыч Ну, как вам у нас тут? Честно говоря, я даже не ожидала Конечно, это бывший особняк Бернардели Да вот, угощайтесь Ой, голодные вы Спасибо Ей целый день Вот Кстати, а Кирилла стала лучше Это правильно, что мы назначили ей укол Ну, ей давно пора уже была минофилин начать принимать Да, это правильно Может, присоединитесь? Да нет, я там с девочками перекусила Это ваша дочка? Маша Когда выстроюсь тут, перевезу, познакомлю А где Машин папа? А мы развелись Сочувствую А как у вас на личном фронте? Ой У меня жених Ромка В Порту работает Не пьет почти что Жених? Значит, скоро свадьба у вас? Ой, Лид Павловна, ну какая свадьба? У нас денег-то совсем нет Я тут получаю, сами понимаете Ну, совсем И Ромик ему не платят Четыре месяца Ну, надеюсь, все у вас будет хорошо Дай бог Прошу Ну что, Аркадий Петрович, Виктор вас очень точно написал Вы с ним в питерском ФСБ вместе служили Именно так А затем шесть лет здесь отрубил Давно в отставке Пару лет, у нас ведь рано уходит Ну, давайте к делу Я к вашему приезду уже подготовил кое-какие материалы Оперативно Итак, о бывших владельцах порта Матвеев Антон Ильич Не обольщайтесь, очень хваткий тип Намеренно банкротил порт Хотел навариться Официально продать за бесценок И получить откат черным налом Очень приличная сумма Но тут появляетесь вы Понятно Господин Беляев Беляев Сергей Сергеевич Сын бывшего директора Прекрасно Когда началась приватизация Матвеев отхватил основной пакет акций Беляев старший поздно спохватился Но тем не менее стал младшим акционером Когда он умер, его сын унаследовал все его акции И, как я понял, он имел большие планы на порт Так что ваш приезд для него Понятно Так, Александр Васильевич Главный инженер Большаков Да По нему, к сожалению, погони от материала Но не переживайте Обязательно будет Хорошо, буду ждать Хм, легок на помине Да Можно Так вот По поводу сорвавшегося груза Я сомневаюсь, что это была случайность Позвольте не согласиться В кабине крана был Маргулис Очень надежный парень В коллективе его все уважают Да при чем здесь Маргулис Здесь все устарело Все Включай оборудование Или не согласны со мной Согласен В принципе, все надо менять Поэтому посчитайте мне Во сколько нам все это обойдется Хорошо Так, что еще Какие предложения По безопасности Ну Надо установить по всему периметру Камеры слежения И что, нет? Хотели Вот если хотели Тогда проконтролируйте все Как главный инженер Все будет исполнено в лучшем виде И чем меньше людей Об этом будет знать Тем лучше Понял Всем все ясно? Работаем Ромка Привет О, знакомься Это Лидия Павловна Наш Здравствуйте Новый врач А это Ромка Очень приятно Я о нем рассказывала Мне тоже А что она Обо мне рассказывала Да В общем-то Долька хорошая Починил Да как новенькая Пойдемте Мы вас подвезем Давайте Пойдемте Пойдемте Я не знаю Ну конечно Ну чего Куда едем Где Козов жил Помнишь Ну Павел Семенович Помню За отделением А Ну он туда Действительно По пути Пойдемте Пойдемте Нам по пути Ну хорошо Сейчас вас подвезем Сейчас 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 Just Just Поехали! Поехали! Доброе утро! Любовь Николаевна, доброе утро. Это Лида. Мне Маша звонила. Можно мне ее? Машеньку я уже отвела. Ей сегодня нужно было прийти пораньше. Ну, тогда я попозже позвоню. Угу. Вань, привет! Как ты там? Здорово. Да нормально. Правда, оборудование практически все менять надо. Да и коллектив так, непростой. Но все как мы любим. Вот. А я тебя предупреждал. Уговаривал. Всех хороших. А ты… Прожмемся. Ха! Кто бы сомневался. Ты мне скажи, у вас как дела? Слушай, все хорошо. А я тебя знаешь… Чего хотел спросить? Вань… Сейчас спроси. Алло, да. Сейчас выйду. Вот и поговорили. Я тебе говорил, ему не до нас сейчас. Он там надолго. Ну, это мы еще посмотрим. Завидуешь? Кто? Я? Было почему? Заказчики в переговорной. Отлично. Поехали. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Ну что, может быть, сразу подпишем? Пожалуйста. Да, но где же ваш генеральный Иван? Иван Михалыч занят. Он поднимает порт в глуши. Но это не проблема. У меня есть доверенность и право принимать решение. Давайте все же дождемся, когда Иван вернется. Ну, как скажете. Вот. Продолжайте принимать, как здесь написано. Если будут какие-то вопросы, звоните мне. Хорошо? А вот это что такое? Это ло-зар-тан. Спасибо вам огромное, Ольга Павловна. Лидия. Лидия Павловна. Простите. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Лидия Павловна, что с вами? Лидия Павловна! Я разберусь. Что с вами? Вам плохо? Что с вами? Я не знаю, что там. Голова загружалась. Может, мало сплю? Не знаю. Мне нажимало вашего расхода. Мы с Руазиной нас так поругали. С ростом кошмар. Хотелось все. Какой? Ну это все, что ты не поминаю? У меня на нервной кофе ушелся нейротермит. Представляется? А потом мы с ним померились, и все, вот так вот. Мы живем на дорогу. Вития Павловна. Вития Павловна. Вы знаете почему? Не забывайте. Не трудитесь сильно. Вам сейчас ужин домой. Знаете, Варя, я, наверное, именно сейчас так и поступлю. Спасибо большое за совет. Давайте сейчас я Ромке позвоню, он вас отвезет домой и… Да, я сама. Да что ж такое-то? Девушка. 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 Вы кто? Спокойно, спокойно, спокойно. Я Курсаков. Римский? Питерский. Я вас подъезд без сознания нашел. А я где? Заповедная 41. Давайте я скорую вызову. Не надо. Возьмите воды. Я сама врач. Живу в этом доме. Медицик город Ипсум? Врач целится сам, да. Вы знаете латынь? Ну так, пару крылатых в раз. Так, все-все-все-все-все. Сели. Спокойно. Спокойно. Все нормально? Меня Лидой зовут. Иван. Угу. Угу. Лид, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ну, получше, спасибо. На работу? Да. Хотите, подвезу? Мне по дороге. Не знаю. Да поедемте. Я просто обязан после того, что между нами было вас подвезти, как джентльмен. Ладно, спасибо. Присаживайтесь. Ну, вот мы и приехали. Спасибо. Пожалуйста. И за вчера тоже. Хорошо. Берегите себя. Стоп. Аккуратно. Простите, пожалуйста. Закройте. Вот, теперь можете дальше ломать. До свидания. Всего доброго. Доброе утро. Доброе утро. Как себя чувствуете? Уже лучше, спасибо. А это… Что? Это просто сосед. Я вчера в обморок упала, он мне помог. В обморок? Лидия Павловна, это просто вы перетрудились, понимаете? Вам нужно больше спать и есть. Вам нужно сдать коф на анализы. Доброе утро, Иван Михайлович. Доброе. Майор Абраменко. Городской отдел внутренних дел. Очень приятно. А что-то случилось? Да не, ничего не случилось. Так просто заехал познакомиться, поинтересоваться, может, помощь какая нужна. Позвольте спросить, какая? Ну, какая. Вам видней, какая. Просто мнение ходит, что беспорядки у вас на заводе. Не, не спокойно как-то. Это чье мнение? Не важно, чье мнение, но мнение есть. Так вот, если помощь нужна, так мы поможем. Ну, разумеется, на взаимовыгодной основе. Спасибо. Сам справлюсь. О, как. Ну, ладно. Всего хорошего. Всего доброго. А вы машину убите, а? А костюмчик? Нам пока жрать нечего, он фарсист. Новиков, ты чего опять дорожок мутишь, а? Мы же договорились Михайловичу дать шанс. Нет, нам обещали выплатить все долги по зарплате, а дали аванс. Я правильно говорю, мужики, а? Да, мужики, мы же с вами полгода лапу сосали. Да ему освоиться, и тогда у нас все будет. Будет, будет. Я объявляю за подсовку. Так, кто против? Кто против нового руководства? А ты против? Чего против? Ты против аванса, что ли? Так иди сдать тогда. Чего? Мужики, я чего-то не пойму. Тут все в городе против? Против чего? Против жизни нормальной? Я аванс обещал выплатить? Я выплатил. Я свое слово держу. Я сказал, что все долги по зарплате закрою до конца месяца. Так что давайте ерундой прекращаемся заниматься и работаем. Ну, кто против, тот идет в отдел кадров. И надпись отсмотри. Да нет, что, до работы тут недалеко. Тут вообще все близко. Коллектив хороший? Коллектив? Ну да, хороший, все нормально. Спишь нормально? Да, нормально. Здесь же воздух. Мам, ты же не забываешь есть? Нет, питание регулярное. Мамочка, ты только мясо не готовь, а то пора еще. Хорошо, я постараюсь. В школе у меня все хорошо, так что не волнуйся. Лидия Павловна. Секунду. Пойдемте. Все, Машенька, мне пора идти. Хорошо, я этим вечером позвоню. Целую. Целую. Пока-пока. Ну, вы знаете, рабочих тоже можно понять. У всех семьи, денег не хватает. По полгода ждут, пока им выплатят долги. Аркадий Петрович, я без вас все это прекрасно понимаю. Просто выплаты долгов проблем не решишь. Нужен более комплексный подход. Но на все это нужны деньги. Они у вас есть? Есть такое волшебное слово, кредит. Мы договорились. Александр Васильевич. Господа. Вы сделали расчет по переоборудованию? Да, сейчас принесу. Антон Ильич, здравствуйте. Говорят, бастовали. Ну что, громко сказано. Так, пошумели и разбежались. Ну и слава богу. Ну, если понадобится моя помощь, обращайтесь. Спасибо, не переживайте. Сами справимся. Как вы и просили, я вот тут все просчитал и наметил кое-какой план. Ого, неплохо. Это окончательный расчет? Разберемся. Тогда я на пару дней в Питер, Аркадий Петрович, тогда вопрос с камерами. Закройте. А я не буду вам мешать. Тем более, что меня это уже совсем не касается. Всего доброго. До свидания. Лидия Павловна, а я вот решил проведать вас. Как вы тут наслышан. Первые дни вышли бойкие. Вот. Вот. Да, потихоньку обживаюсь. Знакомлюсь со всеми. Ага. 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 Ага – На ночное дежурство. – Я согласна. – Да? – Да. Ну, тогда я не буду вам докучать. И спасибо. Спасибо. Да, Аркадь Петрович. Вы сегодня выдвигаетесь? Нет. Планирую завтра утром выезжать. Ну, хорошо, я понял. Алло, Иван Михайлович. Алло. Иван. Иван. Иван, вы меня слышите? Вы меня слышите? Иван. Просыпаемся. Иван Михайлович. Вы опять, что ли, в обморок упали? Очень смешно. Вы помните, что случилось? Да, можно? Так. Упал в подъезде. Так же, как вы, сознание потерял. Сюда давайте. Упали? И как вы так упали, что стукнулись самой макушкой? Вряд ли? Нет. Не договариваю просто. Ударил меня кто-то. Я должна сообщить об этом в полицию. Давайте, Элит, правда, без полиции. Ну, пожалейте меня. Сейчас начнутся эти протоколы. Вы меня провоцируете на должностное преступление. А вы на меня все валите. Вам бы отлежаться пару дней. Да вам бы тоже. Вы же вроде дома должны быть, а вы вот… У нас с вами какие-то бессознательные отношения. То вы сознание теряете, то я… Можете, пожалуйста, помолчать и не двигаться. Пожалуйста. Желательно. До свидания. Спасибо. Как себя чувствуете? Нормально. Видели, кто нападал? Нет, там темно было. Поедем. На хулиганов не похоже. Нападавший не взял ни деньги, ни ключи от машины. Какие варианты? Сегодня у вас был конфликт с рабочими. Возможно, вам хотят показать, кто в порту хозяин. Заявление в полицию писать не будем. Хорошо. Но это только одна из версий. Вторая — майор, который, как вы сказали, предлагал вам услуги про разгон обостующих. То есть полиция меня решила проучить. Кто бы это ни был, это было предупреждением. А дальше может последовать что-то более серьезное. Иван Михалыч, в общем, наплывные мосты очень экономичны, очень функциональны. Они как раз могут выручить нас, вас, во время реконструкции порта. Я уже показывал все эти расчеты Большакову, он уже все проверил, все одобрил. Одобрил? Ну, мне надо самому посмотреть все, проверить, хорошо? Хорошо. Вы мне это оставьте и решим. Да, конечно. И флешечку тоже оставлю. Хорошо. Если хотите, могу продублировать. Спасибо. Ну, я на почту пришлю просто дубль, потом что флешку забрать. Договорились? Да. Привет, партнер. Ну что, ты когда обратно в Питер? Да я смотрю, уже все знаешь. Ну, так слухами земля полнится. И из банка звонили. А то, что я тут побачки ее получил, слышал? В смысле, как? Вот так. Нашли кто? Да нет пока. В подъезде темно было. Слушай, Вань, может мне приехать, помочь тебе? Не-не-не, нормально все. Справлюсь один, не переживай. Ты есть помочь хочешь? Я там тебе на почту один проект выслал по наплывным мостам. Угу. Ты найди эксперта, пусть проверит расчеты и все. Потому что нет у меня доверия к местам. Хорошо, хорошо. И я думаю, что если эксперт одобрит, то с увеличением кредита проблем не будет. Да? Угу. У вас как дела там? Да ничего, все нормально. Так что он может заниматься всеми мостами мира. Слушай, по поводу кредита. Кузьмин сейчас в отпуске. Вот. А ты же знаешь, у него в банке лучшие условия. Так что я бы на твоем месте подождал его. И когда он возвращается? Ну вот, буквально на днях. Я тебя присигналю, ладно? Добро. Угу. Ну все, договорились. Пока. Здрасте. Здравствуйте. Да я, я просто после ночной смены решила заехать спросить, как вы себя чувствуете. А, спасибо. Все хорошо. Ну хорошо. Вы себя как чувствуете? Хорошо. Вы после ночной не спали, наверное? Эээ, нет. А, извините, что не вовремя? Да нет, нет, говори. А, у меня сын заболел. Жена скорую вызвала, а она на выезде. Говорят, будет не скоро. Галя моя, у нее сердце слабое. Боюсь, что как бы она сама не свалилась. Отпустите, пожалуйста. Да конечно, без проблем. Подожди, может помощь какая-нибудь нужна? Да, я врач. Я могу осмотреть. Спасибо. Ну, так я отвезу. Поехали? Да. А, Иван Михайлович, как же? У вас же голова. В смысле? Ну, на вашей ночью напали. А ты откуда знаешь? Так, Новиков всем рассказал. Вы даже не представляете, как я вам благодарен. Пока нет. Лидия Павловна, Лидия Павловна. Давайте. Сейчас. Разворачивайте. Васенька. Давай. Ага. Ну-ка покажем. Вот, молодец. Давай. Вот точно так же делай. Ага. Ага. Так. Давайте, животик посмотрим. Ну, выглядит как аллергическая реакция. Он аллергик? А, да вроде не было никогда. Ну, подумайте, может быть что-то новое в воде или в пищу. Овощи, фрукты, все что угодно. Да нет, чем кормила, тем и кормлю. А, я дверь в ходу недавно покрасил. Запах уже выветрился. А, ну, кстати говоря, такая реакция может быть и на краску. Ой, а что нам теперь делать? Ну, прежде всего нужно вывести ребенка на пару дней куда-нибудь сюда, пока краска не выветрится. Ага. И еще я пропишу вам вот этот сироп. Должен помочь. Масенька. И он есть везде в свободном доступе. Ой, спасибо вам большое. Да не за что. Ловко вы с детьми управляется. Ага. Прям чувствуется опыт. Ну, конечно, он неожиданчивый. Серьезно? Да. Примите от нас в благодарность. Ой, что вы, не надо. Галя моя сама крутит. Берите, берите, пожалуйста. Берите, берите, что вы? Мы возьмем. Спасибо вам, леди Павловна. Не за что. Обращайтесь в любое время. Спасибо. И вам тоже спасибо. Надеюсь, все наладится, да. Счастливо. Что-то так есть захотелось, да? Ну, давайте в магазин заедем за продуктами, я что-нибудь приготовлю. Да, хорошее предложение. Давайте. Ну, вот поэтому мы и развелись. Угу. То есть, получается, дочка со свекровью живет? Я сам сам. Давайте я помогу. Сам. Так. Вот на кнопочку нажмите. Ага. Ваня. Ну, ничего себе. Здравствуйте. Какими судьбами? Соскучилась. Ага. Познакомься, это Лида, врач, моя соседка. Очень приятно. Это Рита, мой финансовый директор. Очень приятно. Сейчас я помогу сумки отнести. И тебе с чемоданом помогу, да? Давай. Пойдемте, Лена. Я, правда, очень соскучилась. Да я заметил. Хм. Курсаков, ты такой романтичный. Я очень рад тебя видеть. Угу. Вань. Вит. Может, нам… Кто это в такое время? Сейчас я. Как вовремя. Здравствуйте. Что случилось? Простите, пожалуйста, что я вас беспокою. У вас есть какие-нибудь инструменты? Инструменты? Да, сейчас. Да, мне нужно открыть дверцы на антресолях. Я сейчас посмотрю. Секунду. Так. А что мы ищем-то? Мне кажется, что в этой квартире есть что-то токсичное. Это что такое? Талии. Вы разбираетесь в металлах? Я закончил химфак в Петербурге. И вообще-то здесь написано. И что делать? Сейчас, подождите, если я правильно помню, то… Да. Нужно провести очистку организма берлинской лазурью. И детективацию квартиры. Поэтому здесь больше оставаться нельзя. Давайте пока у меня поживут. Ой, нет, что вы. Я на работе переночаю. Уверена? Да. Алло, Витя, здорова. Извини, что поздно звоню. Мне информация нужна о кражах талии в нашем регионе за последние пять лет. Да. Можешь посмотреть? Очень меня выручишь. Да. Да. Спасибо. Да. Алло. Мамочка, я так по тебе соскучилась. Ну как ты там? А я как по тебе соскучилась, доченька? Я тут подумала, может быть, наверное, на выходные приеду. На эти выходные? Ну, подожди еще. Надо на работе отпроситься. Год назад с малозареченского завода «Звезда» было похищено 11 колб стали. И чем закончилось все? Да ни с чем. Но того, кто украл, понятно, посадили. Дальше копать не стали. Значит так, я скажу своим, с тобой созвонятся. Пусть проверят, не из этой ли квартиры. Твоя копа. Да и квартиру за одну почистим. Хорошо весь. Спасибо. Добро. Нет, Лид, это даже не обсуждается. Пока в квартире чистка, вам туда нельзя. Ну, я попробую отпроситься, конечно, на работе. Съезжу к Маше в Питер на пару дней. Отлично. А я вас довезу. Мне в Питер надо. У вас сотрясение. Вам нельзя долго за рулем. Ну, вы же врач. Вы все проконтролируете. Я вам доверяю. Ну, хорошо. Аркадий Петрович, там люди приедут от Полетаева. Вы им тогда колбу передадите. Ключи от Лидиной квартиры я в почтовый ящик положил. Угу. Проконтролируйте там все, пожалуйста. Да, не волнуйтесь, Иван Михайлович. Надолго в Питер? Да, на пару дней. Надеюсь, управлюсь. Я по поводу этой истории с Талли. Заказчика тогда не нашли. И вот, что я подумал. Если эта колба – действительность той самой партии, то преступник захочет ее забрать. Обязательно захочет. Металл дорогой. Очень дорогой. Ну, и что вы предлагаете? Есть одна мыслишка. Рита. Привет. Привет. Ужин готов. Супер. Рит, нам завтра рано с утра надо в Питер выезжать. Поэтому собери вещи заранее. А машину твою завтра ребята перегонят. Хорошо. И с нами Лида поедет. Тогда и на своей. Почему? Ну, как почему? Вдруг тебе в дороге плохо станет? Она тебе поможет, она же врач. Поезжайте вдвоем. Что? Или она тебя не просто просит? Рит, ты что хочешь? Я хочу понять, кто она тебе, Ваня? Так, все, стоп. Я сейчас не хочу. А что ты такого спросила? Кто она? Стоп, стоп, стоп. Все. Давай без истерик. У меня нет ни сил, ни желания сейчас что-то выяснять. Давай. Лидия Павловна, у вас анемия. Да. Ну, я уже начала принимать витамины. А завтра в Питер поеду с дочкой и увижусь. Давай. Отдохну. Надеюсь, главврач меня отпустит. Ой, не бережать вы себя, Лидия Павловна. Да, слушаю. Иван Михайлович, это Маргулис. Я в порту. Понимаете? Алё? 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 Он беспочеспонд件? Алё? 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 Я заинтересовала тебя. Алё?isch? Алё? 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 Алё. Алё? 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 Так, дело Маргульса мы забираем на экспертизу, а у вас, Иоанн Михайлович, я буду ждать завтра в 10.00, у нас в Чайске. Очень хочется задать вам несколько вопросов, так сказать, протокол. Порт ведь застрахован? Я не очень сейчас, мне нравится. На что он уходите? Вы меня подозреваете? Да. Ну, хотя, пожар может быть вам выгоден. Не так. Вы когда у вас на этом пожаре? Когда сюда приехал. До этого мне позвонил Маргульс. Зачем? Ну, не знаю зачем. Видимо, хотел о чем-то поговорить. О, как интересно. А вы... Я прошу прощения, Аркадий Петрович, давайте предоставим видео сотрудника полиции. Посадистую. Хохлов, извини все видео с камерой, друзьями. Я надеюсь, это ответит на все ваши вопросы и... Да. Копии? Да, копии я сделал для нас. Не переживайте. Спасибо. Пойдем в топлив. Я свободен? Пока, да. Но завтра в 10.00, как я вас просил. И я вас очень прошу, не опаздывайте, пожалуйста. Хорошо. Да, Лидия. Иван, вы в порядке? Я-то в порядке. Маргулис победил. Как? Я пока сам не понимаю, что здесь произошло. Лид, вы меня извините, пожалуйста. Просто тут сумасшедший дом. Мне еще к жене Маргулису нужно. И давайте позже созвонимся. Да, конечно. Не буду вам мешать сейчас. Иван. Да. Я очень рада, что с вами все в порядке. Спасибо. До встречи. Ну, что там? Маргулис погиб. Женька? У него же маленький ребенок и Галка, она... Да, у нее сердце слабое. Так. Варя, мне нужно уехать на пару часов. Пойду отпрошусь. Так, вот здесь Беляев долго разговаривает с Маргулисом. А звук есть? Откуда? Аркадий Петрович, останови. Вот, отмотай чуть-чуть. Вот этого, товарищ, увеличь, пожалуйста. Угу. Это что за камера? Отличные характеристики, лучшие рекомендации. Вот, замок прекрасный. Хорошо. Отмотай еще назад. Похож на Петьку Столыпина. Моего дальнобойщика из Питера. Из Питера? Угу. Ну, это очень странно. Уверен? Сейчас узнаем. Так. Александр Васильевич. Да? Вот эти рабочие из второй... Алло, Паша, здорово. У компьютера? Да, у компьютера. Слушай, я Столыпина ищу. Не знаешь, где он сейчас? Кто? Столыпин? Да. А, слушай, ну, если расписание обновили правильно, он сейчас в рейсе. Где-то под Мурманском. А что, нужен? Да нет, просто проверить надо было. Ну, все, на связи. Давай. Столыпина в Мурманске. Ну, это похоже, зараза. Вот этот? Угу. Это Леха Дедушкин. Экспедитор наш. Ну, и кто? Леха Дедушкин. Позвать его? Да нет, пока не надо. У меня, честно говоря, разговор с Маргулисом из головы не выходит. Поеду-ка я до его жены доеду. Давай, давай. Алло, Иван. Я решила, что я с вами поеду к Маргулису. Может быть, там помощь понадобится. Мало ли что. Скажите, вы сможете за мной заехать? Или там встретимся? Конечно, я вас заберу. Уже выезжаю практически. Хорошо. Скоро буду. Он вчера вечером такой мрачный был. А потом он болел, все, что слышал, разговоры со служивцем. Он сказал, что вам, Иван, угрожает какая-то опасность. А конкретно фамилии не называл? Ну, нет. Потом он уложил Васеньку. Потом засобирался в порт. Я еще спросила, неужели такой поздний заказ он так рассеянно сказал. Да. Потом он уехал. И все. Галь, успокойтесь. Я вам очень сочувствую. Я с твоей стороны обязуюсь, что ни вы, ни ребенок, ни в чем нуждаться не будете. Да что мне, твои сочувствия! Что, Женя погиб? Это ты во всем виноват. Слышишь, ты? Выпейте. Иван Михайлович, простите, я сама не понимаю, что я делаю. Я знаю, что вы ни в чем не виноваты. Простите меня. А что, если он сказал это в переносном смысле? То есть? Ну, про заказ. Ну, что это, вас пытались заказать. А пожар предназначался, чтобы, может быть, привлечь. И кто ж теперь знает? Элит, с Питером все отменяется. Не смогу вас отвезти. Да это не страшно. Мне Маша утром позвонила, у них какой-то турпоход с классом, поэтому... Ну, хорошо. Надо с вами что-то решить. Потому что квартиру почистили, но там нужно пару дней, чтобы все выветрилось. Давайте, может, гостиницу вам снимем? Тут нет гостиницы. Ну, не страшно. Я в больнице переночую, все равно ночное дежурство. Если не сложно, подбросите? Да, конечно, подброшу. Но точно больница? Угу. Привет. Ты сказал, мы едем в Питер? Я готова. А где доктор? Я не могу в Питер, дед. Ясно. А перезвонить или ответить хотя бы на одно смс, что помешало? Я не мог. Не мог. Отличный ответ. Почему его всегда получаю только я? Я понимаю, что работа превыше всего. Но почему ты не можешь хотя бы на пару дней забыть про эту чертову работу и немножко отдохнуть? Вань. Рит, ты что-то не понимаешь? У меня пожар в порту, там человек погиб. О каком отдыхе к чертовой матери ты говоришь? А я? А тебе в Питер нужно. Извини, что не вовремя приехала. Поможешь чемодан спустить? Прошу. Спасибо. Вань, у меня к тебе два вопроса. Первый. Когда у меня день рождения? Четвертого марта, Рит. Пятого мая, Ваня. А второй вопрос? Второй вопрос. Собирался ли ты на мне жениться? Ну, ответ я уже знаю. До встречи в офисе, Иван Михайлович. Ну, вот и получается, что пожар инициировали вы лично с целью получения страховки. Вы это говорили уже. Ну, не надо меня перебивать, пожалуйста. Возможно, в ваших планах было создать видимость, что в доке сгорело ценное оборудование, но тут пришел Маргулис и помешал вашим планам. Ну, что вы мне скажете? А только то, что я свой собственный склад не поджигал. Ну. И тем более не убивал человека. Ну, это мы еще проверим. Да ради бога, проверяйте. Вы только зафиксируйте у себя, что у меня есть алимент. Есть свидетели этого алимента. Маргарита Терехова, мой финансовый директор. О, как! В ночь пожара она была со мной до момента звонка Маргулису. Мы же время вызова можем подтвердить у операторов сотовой связи, да? Да, Иван Михайлович, я вас слушаю. Рит, я на громкой связи в полиции. Ты можешь подтвердить, что в ночь пожара ты была со мной в моей квартире? Рит, ты меня слышишь? Да, я находилась с Корсаковым Иваном Михайловичем в ночь пожара в его квартире. О чем сожалею. Это все? Вопросы есть? Нет. Спасибо, Рита. А ко мне какие-то вопросы? Нет. Вы от меня сейчас официального извинения ждете? Нет, не обязательно. Вы поверьте, я тоже в этой истории хочу разобраться. Я верю, верю. Только на время следствия прошу, из города не выезжайте. И вот здесь распишитесь, пожалуйста. Я свободен? Да. У нас ЧП. Все записи пропали. Ты серьезно что? Да. Еду. Да. Я виноват, Иван Михайлович. Я такой наглости не ожидал. Главное, вышел ты на пару минут передать человеку Политаева колбу стали. Возвращаюсь, нет записей. Все стерто. Плохо. Очень плохо. Кто мог удалить записи? Да куча народу. Большаков всех опрашивал. Кто что делал на пожаре. Что там в полиции? Экспертиза показала, что Маргулис погиб не от пожара, а от удара по голове. И поверься, Абраменко ты основной подозреваемый. Да. Лихо. Лихо. Мы что-то пропустили. Уничтожение видеозаписи это подтверждает. А жена Маргулиса? Ничего. Лидия Павловна, голубушка. Лидия Павловна. Я не сплю. Вы что, опять ночное дежурство взяли? Поймите меня правильно. Я, конечно, приветствую такое рвение. Но вы не можете сутками работать. Кузьмич, это он вас попросил. Нет. Геннадий Васильевич, это я сама. Ну, это никуда не годится. Вы нам здоровое нужно. Поэтому давайте-ка домой и без возражений. Давайте-ка-почти. Мама. А... Мама... Черт... Не надо. Лида, Лида, вы что здесь делаете? Держите. Спасибо. А у вас вроде дежурство должно быть. Оно отменилось в последний момент. Вас не было дома, я пошла к себе. У меня есть телефон. На нем можно звонить. Я… Я заснула. Я сейчас. Иван Михалыч. Да, я иду. Я сейчас. Знакомьтесь, Иван Михалыч Владимир Анатольевич. Очень приятно. Прошу. Да. Ну что, квартиру мы осмотрели, отпечатков нет. А что с камерами? Это была отличная идея с камерами, и она бы сработала, если бы в подъезде был свет. А так на камерах силуэт гостя – мужчина, рост выше среднего, худощавый. К сожалению, лица не видно. А что с Колбою? Он успел ее забрать? Да он и в квартиру не заходил. Вы спугнули, как только вошли в подъезд. Преступник поднялся этажом выше, а потом потихоньку вышел. То есть, вероятность того, что он снова придет… Очень высока. Вам не безопасно находиться в своей квартире? Длить бал, но вы можете у меня пожить. Не проблема. Надо бы устроить засаду. Я свяжусь со своими, посмотрим, что можно сделать. Но это займет некоторое время. Мы проконтролируем эту ситуацию. Я тут прикинул, судя по всему, преступник имеет некую связь с больницей. Почему вы так считаете? По расписанию. У Лидии Павловны сегодня должно было быть дежурство. Не так ли? Да. Значит, появится вновь. В соответствии с графиком дежурства, Лидии Павловны, надо снабдить преступника нужной нам информацией. Это возможно? Ну, я могу взять побольше дежурств на работе, ночных. И могу сказать, например, что хочу сделать ремонт в квартире. Отличная идея. Тогда на связи. На связи. Добро. До завтра. Всего хорошего. Так, я лягу на диване, и это не обсуждается. Проходите. А чем это так вкусно пахнет? Извините. Доброе утро. Доброе утро. Я испекла блинчики. Класс. Можно пробовать? Нужно. Ну-ка. Так. Варенье. Так, ну-ка. Вкусно? Вкусно? Обалденно. Ты просто волшебница. Лид. Давайте перейдем на «Т». Давайте. Давай. Класс. Лид. Тогда какое-то время у меня поживешь? Угу. А на работе… Я помню. Угу. А как у тебя это получается? Что именно? Ну, вот на работе быть ловкой, а в жизни… Знаешь, что говорит моя дочка? Что? Что неважно, откуда растут золотые руки. Пока. Привет. Ты что тут делаешь? Ну, как, приехал посмотреть, как ты устроилась. Классно выглядишь. Слава, давай ближе к делу. Квартиры владеют мама и Маша. Маша несовершеннолетняя. Что? Ну, короче, нужна твоя подпись, что ты не возражаешь и… Таню можно прописать в квартире… Таню? Ты серьезно? А Любовь Николаевна? Мы работаем над этим. На удачу. Так ты подпишешь? Спасибо. Но имей в виду, что Доля останется за Машей. Ну, конечно, она же моя дочь и… И вот на этой радостной ноте возьми, пожалуйста, это и больше не возвращайся. Ну, это же подарок. Тане подаришь. Или еще кому. Лидия Павловна! Лидия Павловна! Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А учитывая здесь, я думала, вы в Питере, с дочкой? Нет, у Маши турпоход организовался. Видела новый график, у вас там одни дежурства, сплошные. Да, я Геннадия Васильевича сама попросила. Здравствуйте. Я хочу немного денег подзаработать и ремонт в квартире небольшой сделать. Кстати, у вас есть знакомые, которые ремонт делают? Я думаю, через день самое то, чтоб без напряжения. Тогда завтра я одежурю. Да. А утром я тебя сменю. Добро. Прошу прощения. Да. Здорово, Паша. Ваня, здорово. Ну что там, как с пожаром справились? Да какой тут пожар, так? Один склад горел. Паша, а ты откуда про пожар знаешь? Ну как, ты же мне сам говорил. Я тебе не говорил. Ну, не знаю, значит Рита сказала. Да бог с ним с пожаром, я тебе по другому поводу звоню. По поводу наплывных мостов. И? В общем, у меня эксперты посмотрели, и там в расчетах маленькая ошибка нашлась. А мой главный инженер утвердил. Молодец. И главный… В общем, из-за этой мелочи она может привести к провалу, понимаешь? Я тебя там выделил. Ладно, понял. Спасибо. Всего как? Да. Давай, удачи. Так, а мосты у нас — это проект Беляева. И с Маргулисом в день перед пожаром разговаривал тоже Беляев. Думаешь, Беляев как с пожаром связан? И, возможно, со смертью Маргулиса. И, может быть, с нападением на тебя в подъезде. А зачем? Да кто же его знает? Ну, с другой стороны, Беляев, он же не Маргулис. С ним и поговорить можно, помочь. Не, не надо, спасибо. Сам справлюсь. Тем более, меня твои коллеги научили переговоры вести. Жаль. Тише, тише, Лиля, тише. О, Иван Михайлович. Да дебил я вас по голове. Зачем мне вас бить? Ты в день пожара зачем в порт приходил? Лилю кормил, корм ей принес. Сереж, ты че меня за дурака шуль держишь, я не пойму? Ты с Маргулисом о чем разговаривал? Да они и говорили. Я давно хотел ее забрать. В ночь пожара где был? У матери. Два раза скорую ей вызывал. Можете проверить. Проверим. Это все? Просто спросить нельзя было? У тебя ошибка в расчетах. Поэтому надо бить. Извини. Какая ошибка? Федор Кузьмич. Федор Кузьмич. Здрасте. Леночка, привет. Привет. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а вы выезжали в ночь пожара в порту Кобеляева и Антония Степановна? Подожди. Это которая жена бывшая на сечении капорта? Да. Петр Кузьмич. Вы уж вспомните, пожалуйста. Очень нас выручите. Да. Дважды. А она одна дома была? Нет. Нас сын Сергей вызывал. Он же и встречал. Ну, понятно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Простите, а можно дверку? Хорошо. Ну, убедился? Да. Беляев действительно прав. У меня паранойя какая-то. Уже всех подозреваю. И меня тоже? И тебя. Что? Просто приезжал на плановый осмотр после нападения. Какого нападения? Как какого? Напали, ударили по голове. Я его принимала в ночное дежурство. Помнишь? Вообще впервые слышу. А когда это было? Где-то неделю назад. Лидия Павловна! Папа… О как! Давай только без геройства, ладно? О. Что ж, Талия, ты организовал? Как он в квартире оказался? Не забывай, что ты пойман с поличным. Советую рассказать все начистоту. Зав. отделением тогда только умер. Варя тут прибиралась. Мы с ней иногда здесь встречались. Вот я и решил тут колбу спрятать. Она пробная была, у меня на руках оставалась. Так это тебе Варя ключи дала? Она здесь ни при чем. Я дубликат втихаря сделал. Почему так долго не забирал колбу? А куда я ее дену? Куда? А сейчас подельник начал давить, шантажировать, бабки трясти. Понятно, что ты на работе больше всех выступал. Ну, я думал, выбью долги по зарплате, рассчитаюсь. Не вышло. Ну, вот решил колбу эту продать. Хорошо. А кто твой подельник? Из полиции. Майор Абраменко. Я, честно говоря, даже не удивлен. Пожар вы устроили? Нет. Чего не было, того не было. КОНЕЦ Звучит музыка... Привет. Привет. Провед пришел? Все в порядке? Да, прости, пожалуйста, я просто замерзла. Нет, грейся, пожалуйста. Тебе очень идет мой свитер. Завтрак? О, завтрак. Класс. Да. Поэтому то, что мы Новикова поймали, пока ничего не решает. Вопросов много. Слушай, а помнишь, Маргулес сказал, что он от Новикова узнал, что на тебя напали? Да. Ну, я тогда этому значения не придала. Ну, вот я думала, может быть, Варя сказала. Да. Все, спасибо. Очень вкусно. Ну, хорошо. Оставь. Оставь. Так вот, а вчера я узнала, что Варя про это вообще ничего не знает. У меня вопрос. Если он тебя не бил, то как он узнал? У меня тоже вопрос появился. На каком глазу ресницы? На левом. Молодец. Иди сюда. Давай сниму. На, загадывай. Аккуратнее, давайте без насилия. Владимир Анатольевич, привет, с вами. Мне сонки надо перегорить. Буквально пару вопросов. Полетай в курсе. Да, он предупреждал. Проходи. Да, я думаю. Дайду. Сюрприз, мама. Сюрприз. Мам. О, о. Любовь Николаевна, заходите. Вот это сюрприз. Какие вы молодцы, что приехали. Да? Давайте помогу. Вот сюда. Голодные? Хочешь есть? Угу. Давайте я что-нибудь быстро приготовлю. Вы, наверное, устали с дороги. Мама, давай мы погуляем. Я хочу посмотреть на город, на его достопримечательности. Достопримечательности? Ну, тут есть порт. Хочешь в порт? Угу. Я бы тоже что-нибудь посмотрела. Хорошо. Маш. Ой, Машка. Ром, у меня к тебе только один вопрос. Ты откуда узнал, что на меня напали? Да давай, не дури. Я заявление заберу. Это я вас стукнул. Зачем? За пятеру попросили. Недорого берешь. Это кто у нас такой щедрый-то? А черт, я так и знал. Не зря он тут все время ошивался. Мы их подключаем? Да не, я сам к нему поеду. Хорошо, погнали. Аркадий Петрович, ты давай по своим связям лучше Матвеева пробей. За ним по-любому кто-нибудь стоит. Я с вами поеду. У меня тоже к Матвееву вопросы имеются. И немало. Ко мне неожиданно Маша с свекровистой. Здрасьте. Приехали. Вот. И я должна их сейчас покормить, а вечером обещала им порт показать. Ну, здорово. Рад за тебя. Давай попозже встретимся возле порта. Я пока занят. После обеда освобожусь. Здрасьте. Категорически за. Ну и чудесно. Договорились. Иван Михалыч, я по наплывным мостам. Я перепроверил все расчеты. Там нет никакой ошибки. Так, Сергей Сергеевич, все. Потом. Сейчас с Матвеем разберемся. Ты его адрес знаешь? Конечно. Он за городом живет. Ну, поехали. Вы же простите меня, Лидия. Не думала на старости лет, что родной сын так себя вести будет. И Татьяну Львовну. Представляете, он ее в нашей квартире собрался прописать. Я знаю. Откуда? Он приезжал сюда. Да, да. Вот ведь вырастила сыночка. Кроме себя и винить некого. Ладно. С квартирой я разберусь. А тебе, вам. Тебе. Тебе. А Маше подумать надо. И о себе. Почему у нее ворота открыты? Да, и дверь на раз машет. Да, странно. Ну что, пойдем? Может, не надо? Да, сам не хочу. Но придется. Это порт? Мы же договаривались. Маша, отойди, отойди. Стойте. Мама, ты куда? Аркадий Петрович, вы не знаете, где Иван? Я не могу до него дозвониться. Лидия Павловна, я в курсе. Он у Матвеева. Я как раз еду туда, чтобы выяснить все на месте. Я с вами. Нет, не надо. Я вам сразу позвоню, как только будет какая-то информация. Лидия Павловна. Любовь Николаевна, помните, как дойти? Все, я позвоню. Возвращайся скорее. Возвращайся. Это его машина. Да, странно. Аркадий Петрович! Александр Васильевич? А я проезжал мимо. У меня тут коттедж рядом. Смотрю, машина знакомая. Что-то случилось? Надеюсь, что нет. Пойдемте. Пойдемте. Убийство. Похоже на то. Надеюсь, вы руками здесь ничего не трогали? С ума сошли? Извините, я… Положите. Только хотел посмотреть Антона Ильича. Это ружье. У него имено есть с гравировкой. Давайте больше никто ничего здесь трогать не будет. Аркадий Петрович, я полицию не могу вызвать. Связи нет. Насколько я помню, у Антона Ильича на втором тоже домашний телефон. Я сам. Как скажете. А я вам звоню, звоню. Лид, ты уж прости, что порт не удалось показать. Да ничего страшного, они поймут. Я тут подумала, а откуда у инженера в порту, даже если он главный? Деньги на коттедж рядом с Матвеевым. Да, хороший вопрос. Тем более в порту зарплаты не платят. Ну, это мне Варя говорила. Ну, это я так. Ну ладно, пока. Пока. Спасибо. Да, Аркадий Петрович, уже еду. Ну что, да, ты был прав. Я просмотрел все ведомости за последние несколько месяцев. Экспедитора Алексея Дедушкина, которого Большаков опознал на видеозаписи, его нет нигде, его просто не существует. То есть он обманул нас осознанно? Да. И на камерах видеонаблюдения перед пожаром был Столыпин. Ни в каком рейсе он не был. Почему ж Паша ошибся? Итак, вопрос. Что это твой Столыпин здесь сделал? И что его связывает с Большаковым? И с Матвеевым. Или это Большаков и Столыпин, а Матвеев один. Тогда кто Матвеева убил? Одни вопросы. Ну, я думаю, так или иначе, они все связаны с пожаром. Извини, Хохохлов. Да, слушаю. Даже так? Понял. Скоро будем. Старею. У Матвеева была камера. В доме. Они знают, кто его убил. Поехали. Бред. Ну, перепутал я экспедитора и что? Александр Васильевич, чистосердечное не хотите? Да в чем признаваться-то, Иван Михайлович? Тогда что вы скажете на это? Я молчать не буду. И сидеть за вас за столом не буду. Вас на мокроху никто не подписывал. Сами накосячили, сами разгребайте. Все, разговор закончен. Положи рулю. Положи рулю. Положи! Я готов. Готов давать показания. У Матвеева с Яковлевым была договоренность удерживать вас в Малозареченске до определенного срока и пресекать все отъезды в Питер. Зачем? Зачем? Я так понимаю, Яковлев затеял какую-то сделку за вашей спиной. Он договорился с Матвеевым, они давно были знакомы, а Матвеев подключил меня. За приличное вознаграждение, я так понимаю. Матвеев был в курсе моего финансового положения. Мне надо внуков поднимать за обучение и платить. А вы, Иван Михайлович, как назло в Питер рвались. Первый раз Матвеев с Новиком договорился, чтоб он ударил вас по голове. Не помогло. Потом Яковлев сюда Риту отправил, чтоб она вас отвлекла. Подождите. Рита тоже была замешана? Нет, она ничего не знала. Ну, а когда вы в третий раз в Питер собрались, то решено было устроить пожар. А идея была ваша? Но я не поджигал. А кто поджигал? Столыпин. Он и Маргулиса убил. Тот подслушал наш разговор, ничего не понял, прибежал ночью в порт, стал полиции угрожать. Столыпин его успокоил. Я… Так, секунду, подожди. А скажи мне, до какого числа Яковлев велел меня здесь задержать? Да послезавтра. Отлично. Что, я успею? Помощь нужна? Да нет, справлюсь. Жаль. Справлюсь. Ой, извините, забыла выключить. Ну что, по условиям нас все устраивает. Ну, прекрасно. Тогда давайте приступим. Прошу прощения. Хотела бы уточнить один момент. Да? Все в порядке. Да? Ну что ж, если других возражений нет, давайте тогда я… Почему ж нет-то? Есть, Паша. И очень существенное возражение. Господи. Гражданин Яковлев, вы задержаны по подозрению в экономических преступлениях. До свидания. Позвоните, когда закончите. Извините. Дайте нам, пожалуйста, пару минут. Паша, зачем? Я не хотел так. Я хотел свое вывести и идти дальше один день. Я не спрашиваю. Чего ты хотел? Зачем? А ты не понимаешь? Нет. Объяснишь? А потому что ты ничего и никого вокруг не видишь. Ты блистаешь на переговорах, которые, между прочим, я для тебя готовлю. Нахожу экспертов, делаю всю черновую работу. А потом выходит блистательный Иван Корсаков и пожинает плоды. А я опять остаюсь с такой маленькой тенью. Да? Очень удобно, Вань, очень удобно. Соратники, друзья. Нет, все, хватит. Вот уже. Не могу больше. Заберите меня кто-нибудь отсюда. Кстати, насчет твоих накладных мостов. Нет там никакой ошибки. Так что, дай бог, все нормально будет в следующем месяце запустим. Слава богу, а я уж мост сломал, искал ошибку. Дальше-то поломать не хочешь? В каком смысле? Мне человек тут свой нужен. Что, работу предлагаете? Но тебе же не безразлична судьба нашего порта. Да это жизнь моя. Ну и чудесно. Получается, Павел хотел отобрать у тебя бизнес? Получается, что так. Не понимаю, зачем? Зависть. Мама, а можно мне мороженое? Я думаю, мама не против. Да? Да, мама не против. Пойдем. Здорово. Спасибо. Начало неплохое. Субтитры сделал DimaTorzok